так парни здорово сегодня у нас 12 марта и сейчас я поеду на то время сейчас нас 10 утра пробег на машине 28 тысяч 800 километров и что у нас сегодня по плану сейчас приезжаем этого делаем то 2 я вам расскажу что у него вошло и что они параллельно но они по-любому что не предложат заменить там скажут это давать поменяем то поменяем то есть я вам про все расскажу после этого мы также машину показываем на гарантийность по дискам сейчас вам покажу через дисками диском там вообще пиздец я звонил в понедельник записывался на техническое обслуживание то вообще было 15 минут записывался 15 минут у меня когда по машину не было скидочная карта 15 процент так называемая золотая скидочная карта значит я звоню не таки говорят мне стоимость технического обслуживания 2 будет стоить 13300 рублей я говорю хорошо а скидка какая у меня скидка есть в программе все записано она не ну типа все каскидка короче больше не распространяется как это больше не распространяется и я покупал машину сказать то что новинка всегда моя скидка она такая час секундочку проходит минут пять наверное такая берет трубку выглядит посмотрите если для вас это принципиально то скидка составит для вас там 2000 рублей если не принципиально то типа там и молчит я говорю конечно принципиальную честь это витчу прикалываешься в 2000 рублей говорю то 13 300 стал 12 300 11 300 стало и такой юсток а ну хорошо все приезжайте дальше переключает меня на специалисты которые по гарантийным случаем говорит слушай ну чтобы заявить об этом надо чтобы собственник приехал тачки на меня оформлена и говоря мы что не можем приехать и сделать фотографии отправить вашу там мазду они сначала все согласовывают с вышестоящей инстанции скажем так он такой да не тип должен собственник приехать что за бред я думаю сейчас приеду сейчас какого-нибудь администратор менеджер старшего позовем объясниму посмотрите на диски отправляйте дальше уже будем решать короче все тянуть время больше не будем сейчас едем к дилеру от дилера там что называется снимемся а потом поедем ставить навигацию про навигацию все самые топовые популярные вопросы которые были вот за неделю я их на всех отвечу сейчас с ним пообщаюсь прям гарантийную чтоб он там свою дал гарантию какую-то на навигацию по наработал постоянно поэтому оставайтесь на связи свалить до конца не перелистывайте ничего потому что кто листает потом задать вопрос который он пролистал все поехали так все парни мы на месте кстати вчера сделал себя сагу на год продлил 7250 рублей отдал прошлом году пока покупал машину цена была пять тысяч восемьсот рублей вот этот автосалон где я покупал машину соответствую что идем короче качать за диски так парни но все тачку сдал тачку сдал обо всем поговорил а вот и не дисочки новые 19 цена у них 16600 этот за штуку то есть если вы можете 4 у нас получится 64000 так парни но все в общем трошку вторую я сделал знать что получилось у нас я сейчас вам назову просто цены что в них вошло цены сразу называю со скидкой потому что у меня было про 15 процентная скидка изначально от его второе полностью стоит 13200 рублей мне на обошлось в одиннадцать тысяч двести восемьдесят два рубля то есть 300 2000 скидка значит первое само то стоит 4850 рублей входит в него фильтр масляной замена 480 рублей фильтр салона замена 1100 рублей ну сам фильтр заменой шайба дам для масла для масла 1118 рублей расходники для то 450 рублей тормозная жидкость 1 литр залили 720 рублей и масло моторная 5 дабл 30 четыре с половиной литра зашло 3500 рублей в общем вот все что зашло по времени это заняло примерно два часа работы то есть они и помыли машину все сделать то есть а в 12 пришел в два часа я отсюда выехал я думал то что мне еще также предложат поменять воздушный фильтр но менеджер оказались нормальные пришли говорят мол фильтр в нормальном состоянии сейчас просто продуем смысла уметь абсолютно нету чистый до следующего то продержится без проблем но если что я думаю самую поменяю летом то есть не лета где-нибудь сделаю замену воздушного фильтра и салонного фильтра пообщался также с менеджерами по продажу спрашиваю как продажу мол у них происходит конечно жалость то что кислячок но отмечу что в данном автосалоне есть в наличии машина белого черного и красного цвета они вот здесь у них сзади меня вот если чуть дальше проехать там будет у них так сказать небольшой складик на них есть потряски в наличии на какие потряски наличие нет они есть в банке то есть привести их два-три дня называют сроки мне в принципе за два дня то привезли комплектация станом supreme supreme плюс поэтому если кому-то вдруг нужна машина и он и ищет и нигде нету говорят там сейчас ждать полгода или там не дай бог три месяца три месяца полгода обращайтесь в этот салон я вам оставлю в описании ссылки на раз на руслана сейчас скажу фамилию арсланов руслан это тот менеджер у которого я покупал машину мы с ним разговорили что-то про канал ему рассказал говорит мол если будут писать звонить то без проблем пусть говорят что сразу от тебя соответственно будет знать что это я его там что-то за запиарил народу обещать скидки что он вам сделает там какие скидки что подарит или еще что то я не знаю то есть это вы самостоятельно с ним и если что-то кстати пишите в комментарии что он там подарил что пообещал если что-то подарит и пообещает вот а так если машина в наличии даже нету говорят уж привезут течение двух максимум четырех недель максимум то есть так он вообще сказал две-три недели на три четвертой недели на всякие 100 часам накидываю чтобы всякое бывает что касаемо каски просто оценил машину говорю вот машина моя годовалая сколько будет стоить каска без спутника угон total вообще полная каска 230 тысяч это минимальная цена это говоря то что за 230 тысяч и без спутника малки страховые компании возьмутся на цена будет 230 и выше со спутником угон total и полную ну и вообще полная каска 130 тысяч рублей если просто делать угон total 26 тысяч рублей это при условии того что стаж вождения 7 лет то есть сколько у вас там будет наверняка у кого-то будет меньше цена у кого-то будет выше со сами понимаете все рассчитывается индивидуально также пообщался спросил сколько машину вот оценит в трейдин не глядя назвал комплектацию пробег год миллион сто говорят но опять же мол постоянному клиенту давай загоняй сейчас мы тебе ну миллион сто я думаю на рынке можно будет продать без проблем за миллион двести примерно такая цена будет что касаемо дисков фотографии сделали машину помыли они там сами все херели говорят да вообще даже не ожидали что такое бы то что я приехал машину было грязно диски были грязные они говорят ну давай посмотрим вот фотографии все сделали отправили обещают в понедельник вторник позвонить максимум и сказать ну дают гарантии 99 процентов однозначно заводской брак то есть такого быть вообще не должно поэтому я ожидаю следующего звонка и думаю что наверное даже к следующим выходным возможно я уже поставлю все новые диски но будет это не будет он затянется не затянется подписывайтесь на канал смотрите видосы все узнаете первые а значит общее состояние автомобиля на сегодня но они все посмотрели вышли там парни кто делал машину кто сдавал машину когда я уже забирал и говорят машину в идеальном состоянии аккумулятор новый приводной ремень новый тех жидкости все в отличном стане подвеска рулевое управление все в норме но я не жалуюсь мне ничего не стучит не скрипит и так далее износа передних тормозных колодок 40 процентов 40 процентов 30000 проехал как новые то есть еще 60 процентов запас передние тормозные диски тоже как новые то есть но они говорят некоторые приезжают на 15000 меня диски опять же как есть но и говорят по машине видно то что есть аккуратно плавно поэтому вот значит пожаловался на шум в центральной консоли покажи помните вам рассказывал чуть подачу помните вам рассказывал тоже такой когда машина прогреты появляется такой какой-то неприятный звук пожаловался на него но они сказали тоже протянули машину полностью если звука останется тогда звони уже надо будет приезжать как-то более детально разбираться но говорят тоже сам понимаешь тоже центральную консоли то надо ее снимать и там уже что-то искать ну протянули я думаю через недельку буду какой-то общий отзыв делать за машину за год и там соответственно скажу изменилось что не изменилось также предложили обновить систему главную поэтому жалуешь начал работать быстро медленно ничего не надо делать потому что мне сейчас где мне навигацию будут ставить он мне сейчас сам все обновит в целом предложили сказать давай через на то меня обновление сделаем в целом приняли вообще радушные парни все довольны весел настроение хорошее я тоже был в позитивном настроении улыбались попрекалывались посмеялись вот соответственно сейчас начнем обедаем быстренько кушаем а потом отправляемся на встречу будем ставить навигационную систему все вопросы самые часто задаваемые вопросы все записал сейчас прямо приедем я сейчас с ним проконсультирую все сам у него первый спрошу там просто прям вот так вот проходит нормально вроде вот соответственно я не спрошу и вам все расскажу поэтому едем ставить навигацию все двигаться так парни ну все вот мы приехали на место сколько нас человек на 7 уже собралось вот мы сейчас будем ставить там двигаться так что сейчас все что будет я сейчас сначала мы поставим потом я отвечу на все ваши часа задавая вопрос я прям списочек составил так что прям по ним пробежимся а пока мы сейчас начнем устану прошло сколько на минут пять наверно мне кажется даже меньше а у меня смотрите что это отсвечивать настроился нет настроился короче пацаны у меня есть навигация теперь так пацаны вы короче все приехали поставили навигацию мне это заняло время пять минут вот реально подъехал уже человек один стоял поставил сзади меня на заднем плане снимите уже человек примерно 7 еще приехал значит на какие машины стоят данные навигации на мазду 3 мазду 6 мазду цx5 которые представим все что с 15 года без проблем встает на автомобиле дорестайлинг никак не стать почему потому что вообще другая даже камера с тобой камера стоит там другая навигация какая должна быть прошивка на головном устройстве вам делать ничего не нужно человек который будет устанавливать вам навигацию на все сам поставить даже не дергайтесь дилеру не едьте вам это смысла нет то есть нужно ее обновить и на самом деле но момент один обновление прошивки ничего не меняет если вы поставить навигацию и в дальнейшем допустим вы приезжаете на техническое обслуживание и друг или сам вам поставил другую прошивку теоретически она может навигация слететь но тогда вы связываете опять же с человеком которого устанавливают он вам сможет все сделать удаленно сто процентов главное вот сделать то что он делает сейчас а потом удаленного вас может это установить будет работать навигация на бритвом дисплее да будет она точь-в-точь как настоящее то есть настоящая двигаться никакой разницы не будет абсолютно что вы купите ее за 5 тысяч рублей что вы купите там за 29 26 тысяч официального билета просто в некоторых салонах я видел цены 26 500 работа и также первые три месяца бесплатно показывать пробки дальше что нужно делать заходите на сайт мазда я кину ссылку в описании прямо на этот раздел там есть mazda connect где вы сможете продлевать эту услугу она сплатно если я не ошибаюсь она стоит вроде бы 8 тысяч рублей дальше как быть если выходит на навигацию новое обновление все элементарно вы также заходите на сайт скачиваете себе это обновление вставляйте флешку вашу в компьютер и потом это обновление просто закидывайте на флешку вся процедура есть что весь одно появится обновление я сделаю это первым и обязательно скачать обязательно сниму на это видео обзор поэтому с этим проблем никаких не будет она сто процентов станет и все то есть никаких таких возможностей о том что вы ее скачиваете ставить она будет послушать да это же ты там откуда из других мест взял это исключено что касаемо различных глюков багов как вы хотите так это называете при установке после установки на сегодняшний день он установил более 30 40 сейчас уже будет 35 не было жалоб все встает легко то есть он называет время специально 10-30 почему потому что все зависит от скорости передачи данных вайфаем же пользуются раздаем его с телефона соответственно где-то лучшего и где-то хуже но в целом вот не заняло время 5 минут мы только сели будет все заработать я смотрю да действительно работает но сейчас мы отправляемся дальше в путь соответственно уже теперь я начинаю ездить по этой навигации то есть тест навигации уже начинается как только я в ней разберусь то есть проект хотя бы неделька две я поеду по пробкам я поеду по области я поеду по москве я вам сделаю детальный обзор я расскажу как она интересная интересная функциональна функционально полезно не полезно то есть выскажу свое мнение стараюсь быть максимально объективным и еще пользуясь ничем подавил до него говорю ну давай пути канал если пацаны вот любой сделать скидку парням хотя бы у вас и пуске будет хорошо если будет говорить то что от тебя тогда будут делать скидка опять же надо хотя бы что в 23 человек собирался бы тоже комплекс это все дело поэтому будет писать говорить то что от меня то что видели видео на канале будет вам рубайся парни выставил маршрут себе уже все показывает все рассказывают демо тестирование идет у меня пробки еще что-то мне сразу продолжил подключиться к интернету либо там что-то зарегистрировать пока что я это не сделала понятно по понятным причинам в этом будем разбираться чуть-чуть позже пока что просто едут по своим знакомым маршрутам с помощью навигации проверяю знает он эту дороге или не знает а так работает все так парни значит смотрите едем едем все нормально навигация показывает работает но пока что по ней поспешных выводов делать не буду как и договаривались позже будет прям полный детальный обзор на этом наш день и выпуск подходит концу поэтому ставьте лайки подписывайтесь на канал задавайте ваши вопросы накопились соответственно будем отвечать будем рассматривать буду смотреть до новых встреч пацаны пока пока